Больше 30 российских генералов и высокопоставленных чиновников были почетными членами ЧВК «Вагнер». Об этом пишет Центр Досье, ссылаясь на имеющиеся в их распоряжении документы. Генерал Сергей Суровикин стал почетным вагнеровцем еще в 2017 году. The New York Times сообщает, Суровикин мог знать о подготовке бунта Евгения Пригожина. Вероятно, что его поход на Москву поддерживали еще несколько российских генералов. Конечно, история такого масштаба не могла быть историей одного Пригожина и лишь так называемой ЧВК «Вагнер», которая, кстати, уже очевидна и со слов человека, похожего на Путина, не ЧВК. Как и ранее сообщалось, это полностью финансированная государственным бюджетом так называемой Российской Федерации структура. Поэтому, да, конечно, многие жители отдельных башен Кремля были в курсе о том, что готовилось и то, что должно было происходить. И, в общем-то, ничего не закончилось. Дальше будет. Между Суровикиным и Пригожиным много общего. Генерал Суровикин был посредником между Минобороны Российской Федерации и ЧВК «Вагнер». Он знает Пригожина еще по Сирии. Там генерал руководил российскими войсками. Суровикин известен своей жестокостью. Он неоднократно обвинялся в физическом насилии над подчиненными и в безжалостном отношении к мирному населению на оккупированных территориях. Аналитики считают, что Суровикин мог не только знать о бунте Пригожина, но и саботировать приказы о его подавлении. Известно, что у генерала очень сложные отношения с министром обороны Шойгу. В своем походе на Москву вагнеровцы практически не встретили сопротивления со стороны российских военных и силовиков. Эта спецоперация готовилась и разрабатывалась на протяжении более восьми месяцев. Суровикин и Алексеев не только знали, но были в теме и устно некоторым командирам давали указания не оказывать вооруженного сопротивления. Владимир Осечкин – российский правозащитник, основатель организации «ГУЛАГу.нет» в Фейсбук. Официально Суровикин не поддержал бунт Пригожина и даже записал видео с призывом к вагнеровцам остановиться. Эксперты уверены, генерал хотел отвести от себя подозрения в связях с Пригожиным. У Суровикина свои притязания в конфликте с Минобороны. Он был командующим российской группировкой войск, ведущих боевые действия в Украине. В январе нынешнего года с этой должности его сместил Валерий Герасимов. Но желание занять высокий пост у Суровикина не исчезло и поддержку ему обеспечивало ФСБ. С Федеральной службой безопасности у него давние связи, говорят эксперты. Мы говорим о генерале из, казалось бы, пула Министерства обороны, но при этом Суровикин всегда был генералом из пула Лубянки, ФСБ. Его кураторами были ФСы. И таковыми они стали в 90-х годах, когда против Суровикона развивались криминальные дела. И именно тогда ФСБ его фактически завербовало. Именно по криминалу. За отношение к подчиненным, превышение служебных обязанностей и тому подобного. И не только Суровикина пророчили на место министра обороны. Был еще и Мизинцев. Мизинцева пророчили на место главы генерального штаба, то есть Герасимова. Суровикин, Мизинцев, Шойба, Герасимов. Вот такой вот должен был быть обмен по задумке ФСБ. В России давно идет война между ФСБ и Минобороны, говорят в украинской разведке. ФСБ хочет иметь своих людей в верхушке Министерства обороны. Сейчас самое главное, Путин уберет Шойгу или не уберет. Если он сливает Шойгу, который 100% его человек, с ним больше 20 лет, то этим он посылает сигнал любому представителю правящего класса. Я слил Шойгу и могу это сделать с любым, когда придет время. Соответственно, это сразу расшатывает баланс и сценарий об устранении Путина становится более вероятен. По данным СМИ, после бунта Пригожина Путин начал чистку военного руководства. С этим связаны слухи о задержании Суровикина. События последних дней в России показали, что в Кремле серьезный раскол, а Путин уязвим.